МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордостью за нашу великую страну, подвиг нашего народа-освободителя, ратную и трудовую доблесть героев-земляков, отстоявших в жестоких боях с фашизмом независимость своего отечества. То, что нам присуще, теперь перешло к нашим детям и внукам, и даже правнукам. И поэтому хорошие традиции продолжаются. Все понимают, что труд – это самое главное в жизни человека. И только труд все перетрют. Мне сегодня дали почетную обязанность и поручение нести копию Знамени Победы. На Знамени Победы здесь капельки крови подольских курсантов и всех подольчан, павших на полях сражения. На Знамени Победы капельки горького пота, трудовых людей, которые стояли у станков день и ночь и все творили для Победы. В первомайских колоннах объединились люди самых разных профессий и возрастов. Представители коллективов промышленности, науки, строительства, городского хозяйства, малого бизнеса, транспорта и связи, учителя и врачи, спортсмены и культработники, учащаяся молодежь. Тысячи жителей города, которые сегодня укрепляют славу и авторитет родного Подольска, вносят достойный вклад в развитие Московской области. А возрождена традиция проведения первомайских демонстраций в нашем городе 10 лет назад и поддержана губернатором Московской области, героем Советского Союза Борисом Громовым. 2010 год объявлен в нашей стране годом учителя. Глубоко символично, что знамя города Подольска несет Александр Крючков, учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения лицей номер 5, победитель конкурса «Лучшие учителя» приоритетного национального проекта образования в 2009 году. Хочется выразить благодарность комитету по образованию, администрации, личной главе за то, что нам оказали учителям пройти впереди праздничной демонстрации и тем самым отметив наш скромный вклад в воспитание подрастающего поколения. В праздничном шествии первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко, глава города Подольска Николай Пестов, председатель Подольского городского совета депутатов Дмитрий Машков. Колонны демонстрантов открывают герои социалистического труда, полные кавалеры ордена славы, почетные граждане нашего города, руководители администрации, депутаты городского совета, актив городских советов ветеранов. На площади сводная колонна знаменосцев. Заслуженные люди несут знамена предприятий, завоеванные за достижения в труде на благо города. С первомайской трибуны приветствуют сводную колонну государственных и муниципальных служащих. В ее составе сотрудники управлений, комитетов и отделов администрации города, работники федеральных и областных служб. Продолжает шествие колонна учреждений комитета по образованию и делам молодежи. Среди участников демонстрации лучшие работники образования по итогам 2009 года. В городе уделяется приоритетное внимание молодежной политике, поддержке творческой и талантливой молодежи, организации досуга, патриотическому воспитанию, поддержке молодых инвалидов, профилактической работе и профориентации молодежи. Успешно реализуются основные направления приоритетного национального проекта образования. В год учителя главой города учреждены 300 именных премий для лучших педагогических работников за вклад в укрепление имиджа муниципальной системы образования. Подольск гордится своими детскими и молодежными организациями. В этом году их деятельность посвящена 65-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подольский союз детских организаций объединяет более 2000 ребят из 18 школ города и детского дома. На площадь имени Ленина вступают коллективы общеобразовательных учреждений. Право открыть шествие завоевал коллектив лицея номер 26. Победитель городского конкурса «Лучшее учреждение образования по итогам 2009 года» одно из ведущих образовательных учреждений города Подольска и Московской области. «Мне кажется, что настрой народа все равно очень положительный и хороший». «Настроение замечательное, погода этому тоже сегодня благоволит. Детей не собирали. Это традиционно праздник. Первое мая, без первомайской демонстрации в нашем городе. Праздника не чувствуется. Это для нас, для учителей, так и также для наших детей». «Весело, хорошо, красиво. Дети счастливые, довольные. Все здорово». «Это единение, я думаю, интересно для всех. Потому что дети, те, кто хотел, они здесь. И приезжают они с удовольствием. А всех с праздником здоровья и благополучия». «Сегодня такой замечательный день. Праздник мира, праздник труда, праздник человеческого счастья. И мы, поскольку все мы работаем с детьми, мы очень горды тем, что наши ученики, наши учителя стали самыми классными, классными учителями в городе». Праздничное шествие продолжает колонна лечебно-профилактических учреждений города. Администрации Подольска уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы здравоохранения. В 2009 году на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения было выделено около 30 миллионов рублей. Закуплено медицинское оборудование на 16 миллионов. Открывает шествие коллектив городской станции скорой медицинской помощи, награжденный в 2009 году за достигнутые успехи в развитии здравоохранения переходящим знаменем администрации города Подольск. За ними следует Подольская городская клиническая больница, самое крупное лечебно-профилактическое учреждение нашего города, с историей возникновения которого началась история всего здравоохранения в Подольске. Сегодня здесь трудится более 1 тысячи медицинских работников. Всего в сфере здравоохранения Подольска работает 17 муниципальных и 5 государственных медицинских учреждений. Все они участники праздничной демонстрации. На площадь вступает сводная колонна предприятий жилищно-коммунального комплекса, самого крупного в Подмосковье. Ее возглавляет управление жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача коллектива управления – обеспечивать комфортные и безопасные условия для проживания подольчан, повышать надежность функционирования коммунальных систем города. В первых рядах – муниципальное унитарное предприятие «Подольская электросеть». Руководством ведется работа по модернизации предприятия, построены новые инженерные сооружения, значительно сокращены аварийность и потери электроэнергии на сетях. Система ЖКХ «Подольская» – это более 4,5 тысяч жилых домов, свыше 50 котельных, 10 водозаборных узлов, 100 артезианских скважин, около 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Предприятие ЖКХ использует в своей деятельности новейшие технологии по ремонту и строительству объектов жилищно-коммунального назначения. 1 мая считаем одним из лучших и важнейших праздников. Прошли субботники в Кутузове. Очень много инициативных групп, людей с энтуземиазмом приняли в них участие. Ну и 1 мая – это действительно первый весенний настоящий праздник. На площадь вступают коллективы предприятий промышленности «Подольска». На территории города работает около полусотни крупных и средних промышленных предприятий. Объем отгруженных товаров предприятиями промышленности в 2009 году составил около 30 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2008. Средняя заработная плата в промышленности к концу 2009-го достигла 24 тысяч рублей. Подольск – город высокотехнологической науки. На предприятиях трудятся 30 докторов и 200 кандидатов наук. В 2009 году научными организациями выполнено работ на сумму 2,5 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2008 году. Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Зиоподольск» основано в 1919 году. Выпускает оборудование для атомных и тепловых электростанций, для газовой и нефтяной промышленности. Вместе с машиностроительным заводом «Зиоподольск» идут преподаватели, мастера производственного обучения и учащиеся профессионального училища номер 27 имени Бориса Папирова. С трибуны приветствует коллектив «Подольского машиностроительного завода». Основным направлением работы предприятия является тепловая энергетика. На площади фармацевтическое предприятие «Зиоздоровье», производящее 18 наименований собственных лекарственных средств и 31 наименование по контракту с ведущими российскими и иностранными фармацевтическими компаниями. Продолжает шествие народное предприятие «Подольск Кабель». Оно зарекомендовало себя надежным поставщиком кабелей и проводов для объектов атомной энергетики. По поддержке ветеранов кабельный завод лидирует среди предприятий города. В нашем городе немало предприятий пищевой промышленности. Хлебобулочные и кондитерские изделия, а также колбасные и мясные деликатесы поступают на прилавки города и области с маркой «Сделано в Подольске». В Первомайской колонне представители финансово-кредитной сферы. Сбербанк – один из крупнейших банков не только местного региона, но и всей Московской области. 20-й год работает в Подольске «Заопромсбербанк». Этот банк стал неотъемлемой частью региональной экономики, являясь надежным финансовым партнером подольской промышленности, науки и предпринимательства. На площадь вступают представители строительного комплекса – колонна предприятия «Подольск. Граждан. Проект». На сегодня оно является ведущей проектной организацией, осуществляет жилищное строительство и реконструкцию старых исторических районов городов нашего региона. С трибуны приветствуют сводную колонну «Учреждение культуры города Подольска». Ее возглавляют сотрудники Комитета по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности администрации города. В 2010 году вся работа в области культуры проходит под знаком юбилея Великой Победы. Подольск – город высоких спортивных достижений. На площади звучат приветствия нашим спортсменам. Городские команды по волейболу, баскетболу, хоккею, настольному теннису, футболу, тяжелой атлетике являются лидерами Подмосковья. Завершается праздничное шествие по главной площади Подольска выступлением муниципального духового оркестра. Демонстрация окончена, но праздник продолжается. На всех концертных площадках, во всех городских парках и скверах до самого вечера в этот день будут проходить праздничные народные гуляния. Мы старались к 1 мая основные работы по приведению города в порядок после долгой, надо сказать, снежной зимы завершить. К 9 мая совсем должны, практически полностью все закончить. Мне кажется, что мы сегодня, 1 мая, встречали городом чистым, приведенным в порядок. Погода нам способствовала, помогала. Мы все имели хорошее настроение, желание прийти сюда. И главное, что у нас есть все основания говорить, что город Подольск и все его предприятия сегодня работают, развиваются. И, в общем-то, это главное, с чем мы сегодня подошли к празднику весны и труда. Я от души хочу всем подольчанам передать поздравления с праздником. Раньше его называли Днем международной солидарности трудящихся, но он в хорошем смысле, праздником солидарности, в городе Подольске точно остается. Мы сегодня свою солидарность в труде и в празднике демонстрировали здесь, на центральных улицах и главной площади города. Здоровья всем, благополучия, счастья, добра, любви, всего самого доброго каждой семье, каждого подольчанина. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok